Музыка По инициативе Ефимовича какое-то время назад были созданы совместные лаборатории по робототехнике, которые успешно двигаются. И я считаю, что вот такое объединение гуманитарного знания и технического, то есть математического, оно крайне полезно. Я немножко хочу остановиться вот на каком аспекте именно с этой точки зрения о когнитивных технологиях. В общем, много об этом говорят, много спорят, кто-то ругает с пеной рута, кто-то надстаивает наоборот. Но на самом деле жизнь, как ни странно, движется в этом направлении. Вот я из личных исследований, пример. Мы проводили моделирование транспортных потоков в городе Звенигород. Вот кто там был, тот понимает, город небольшой, но бывают дикие пробки и так далее. И вот оказалось, как обычно, транспортные потоки матрицами корреспонденции, это вот сколько из одного с улицы на другую идут, точки замеряют, а потом с помощью теориграф идет обработка. Но наиболее важным тут оказалось учет социального состава. Жители Звенигорода, жители микрорайонов. Вот это, по сути дела, все определяется. Значит, вот такая вещь. Сейчас очень много говорят, и во всяком случае, был указ президента 10 месяцев тому назад, в мае прошлого года, значит, о разработке программы, оценке принятия, последствий принятия решений, оценке рисков, угроз и непредвиденных обстоятельств. Что это такое? Ну вот, если с математической точки зрения смотреть, это граф большой размерности, это теория бигдрита, это суперкомпьютерные технологии. Но вот мы сейчас начинаем эти работы в нашем институте, так достаточно интересно, влезли в это дело, это вот. Но мы понимаем, что тут без специалистов в области политологии, истории, культурологии, если мы оцениваем глобальную угрозу рисков, так сказать, в общем-то не обойтись. И это, в общем-то, такая тесная связь, она здесь наблюдается, тенденция. И мне кажется, вот на это надо, это действительно порывное направление, но ничего важнее нет, как говорится, чтобы оценить последствия того или иного решения, которое совершенно не очевидно. Я просто хочу сказать, вот, увеличением пенсионного возраста. Одни говорят, это хорошо для экономики, другие, опять же, с не меньшим энтузиазмом, он говорит, это будет молодежь, рабочих мест не будет, война в криминалитет, наркоманию, будет только хуже. Ну, вот, поди, надо все это раскидать на большое число связей, оценить, но здесь без специалистов в области гуманитарных наук не обойтись. Вот я вам просто хочу сказать. Ну, и, наконец, я тоже хотел бы, чтобы институт, я много раз об этом говорю, у меня тоже вот та тенденция, отсутствие, ну, скажем, интереса к чтению, к хорошей, вот, ну, может быть, культуре у молодежи, они вообще вот в гаджетах, вот так вот. Мне кажется, вот на это надо обратить внимание, потому что без этого, ну, творческого полета не бывает. Продолжение следует...